И сейчас плановать выходные, которые обещают быть по-соправдному летними. Новые выставы в столичных арт-просторах, а в Купаловском, не смотря на не сезон, Чеховская чайка в зорном складе белорусских артистов. Подробностей у рубрицы «Променад» с Ларисой Гулякевич. Карантин – это первый персональный проект молодого мастака. Поверьте, лучше один раз увидеть, чем сто раз упочуть. Новый мастацкий стиль Кирилл Демичев придумал сам. Он гуляет с часом в философском и выявленном сенсах. Витебский мастак студент Кирилл Демичев, когда работал над циклом карантин, брал и свою особливую технику створения своих работ и инсталляций. Он выкладывает на холст самые разные материалы, а до крылу, до гипсу. Маляет всем телом, танцует, скачет, разбивает. Таким чином у его твора укладена не только шмат разных материалов, али и энергетика самого мастака, и навод интеллект. Это такой процесс времени, когда он действует, как действует история. Когда мы смотрим на старые здания, мы, любой археолог, глядя на старые здания, на количество штукатурки, на ней сможет рассказать историю этого здания. В каком году оно было построено, когда оно перекрашивалось, почему были покрашены в такие цвета и так далее. Так вот, глядя на эти работы, мы испытываем нечто такое же. Мы испытываем вот это вот наше отношение к истории, к никому прошлому. Две работы 24-х годовый Мастак зарабил специально для выставы у мастацкой просторы цех. Выстава-инсталляция протягнется до 31-го липеня. Не глядя на то, что у театральной сферы зараз летний отпочинок, тихо-строльная деятельность по замежам Минска, Купаловский театр дает у неделю «Чайку» по Чехове. Спектакль с пометкой «16 плюс». У ролях зорки первой белорусской драматичной сцены. Роман Подоляка, Евгения Кульбачная, Александр Подобед, Андрей Ковальчук. Тестом для любого постановшика Чеховской «Чайки» изъявляется отказ на пытание, об чем пьеса треплева. А пьеса молодого аутара была написана про тое, что в черговый раз наша цивилизация повинна зникнуть разом з усим живым на планете. Однако люди, які живуть у гэтым крохким свете, протягывают тешить свое эго, не бытае земля вечная. Сдаеца, одиным станучим персонажам пьесы есть прыгожая в озеро, на березе якого отбывается бесконцая блазнавання чеховских героев. Мастаки зауседы размалевывают свет по-своему. Ствараются новые концепции на прамки жанры и стыли. Творча спрашаются и отстоивают свои правы на альтернативное бачене свету. Арт-гастеўня – высокое место, запрашая не только на выставу, али и на творчую сустречу, диалог у нашем мастацтве. По-перше, тут у арт-гастеўні экспануюцца выстава «Малюю аутобіаграфію» Наталі Ярмоловой. Гэта молоды мастак як по узрості, так і па вопыці мастацкай працы. Вось такі карціны яна ствараю толькі чатыры гады. Махчыма нехта знойді ў гэтых работах адказы на жыцёвые пытання, а махчыма пытання ў будзі яшчэ больш. Тут звыж 50 живопісных і графічных работ, які экспанаваліся як у Беларусі, так і на міжнародных выставах. Я поняла, що чого-то я не змогу придумати, того, чого нет. Могу только рассказать о себе через свои работы, показати свій взгляд на мир. І тогда, видимо, появилась идея собрать свій собственный стиль. То есть я синтезирую искусство, я беру понравившіся мне элементы і создаю щось своё. І таким образом широко могу, пошире могу рассказати о себе. А крамя экспозицій ў гэты выставачной просторы адбываюцца дыспуты, мультимедийные презентации творчых аб'яднанняў Беларусі. Нагадываю, што кожную суботу вас чакаюць концерты «Классіка у Ратуші» ў самым центры Мінска. Завтра падарожа па часі. Вечар музыкі – барокка. Нясомных выходных і до наступной пятніцы! «Классіка у Ратуші»